Час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Всем здравствуйте, всем доброе утро. Утро четверга, 15 июля, если кто вдруг забыл посмотреть на календарь. Олег Пек и Александр Шунин с вами проводят это утро на Болткоме. И мы сейчас поговорим на очень серьезные темы с начальником управления политического планирования и коммуникаций КНАП. Анна Алешина с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как работа КНАБа изменилась ли? Какое влияние оказала пандемическая ситуация, когда изменились условия работы и условия коммуникации людей, в том числе и с государственными служащими, и с органами? Вот насколько больше прибавилось работы, стало ли ее меньше в этой пандемийной ситуации? Спасибо. Доброе утро еще раз. Ну, если честно сказать, конечно, 20-й год был, наверное, для всех шокирующий, да, такой год, когда всем надо было все-таки, ну, пересмотреть, как ведутся работы, и в том числе и в КНАБе. Мы быстро сумели, во-первых, оградить наших работников от пандемии, это хорошая новость, и сразу же, конечно же, смогли работать и в том числе отдаленно. Поэтому, можно сказать, мы продолжаем в полном объеме нашу работу, и в том числе ведем надзор над государственными лицами, и ведем тоже расследование. Поэтому, ну, все в процессе. Для нас вот так глобально ничего не изменилось. Ну, конечно же, я бы сказала, новые какие-то, может быть, и приоритеты в том числе сейчас есть. И это в том числе закупки, которые проводятся вот в пандемии. И на что вы обращаете внимание? Вы так подчеркнули закупки именно в пандемию, потому что закупки всегда были в центре внимания, в том числе КНАБа. И, господи, сколько случаев было муниципальные предприятия, государственные какие-то структуры, как закупка, сразу какие-то, ну, не скандалы, но достаточно часто оспаривают, например, обращаются в том числе к вам в поисках, не знаю, справедливости, например. Ну, здесь я должна объяснить нашу компетенцию, да. Мы рассматриваем заявления, информацию тоже вот в таких случаях, когда, конечно, есть сигналы о каких-то коррупции, если, например, взяточество или, ну, что-то в этом роде. Потому что, ну, закупки всегда есть и будут самыми такими, ну, уязвительными, я бы сказала. Там деньги, там большие деньги. И поэтому для нас очень важно, чтобы эти закупки и процесс был, ну, четким, и там не было никакой коррупции. Поэтому мы тоже сейчас планируем в нашем новом плане, ну, одну меру ввести и, может, пересмотреть, например, не нужен ли какой-то особый закон в чрезвычайных каких-то ситуациях, которая была вот в прошлом году в марте, апреле и мае. Потому что, вы помните, да, тогда закон о закупках вообще, он, ну, как бы, ну, его, как бы сказать... Но он не был применим в полной мере к закупкам, которые касались конкретно ковидной ситуации, те же самые обеззараживающие средства или маски и прочие подобные предметы. Если я правильно понимаю, о чем речь. Да, вот именно. Поэтому мы бы хотели посмотреть поглубже и, может быть, ввести какие-то, ну, ввести какой-то закон, особенно для таких ситуаций. Но это, это еще только мы планируем. Я напомню, что мы говорим с начальником управления политического планирования и коммуникации КНАПС Анной Алешиной. Телефоны в нашей студии 6212-93-9, 6213-93-9. А вот говоря про закупки, вот сейчас вся Рига вот иконостолбиками, которые стоимость каждого столбика, там, по-моему, составляет 48 евро. И совсем недавно мы узнали о том, что их собираются, часть из них демонтировать и убирать. То есть, получается, только поставили, сразу же убираются. Вот, например, не было ли заявлений граждан, ли там вопросов граждан по вот этой части? Мы сами проверяем эту информацию, потому что мы тоже смотрим, что какую информацию вот в СМИ опубликовывают. Потому что это сейчас проверка такой, ну, она в начале, да, криминального процесса никакого нет, это просто проверка. Так что это наша инициатива, и мы смотрим, ну, как, если там какие-то, может быть, ну, правонарушения. И когда возможен ответ? Какое-то ваше решение и оценка именно касаемо столбиков? Да, пока я не могу на этот вопрос ответить. Это только первоначальная стадия, скажем так. С интересом и замиранием сердца ждем. Ну, на самом деле, очень любопытно. А вот если возвращаться к пандемии, ведь у нас есть просто звонок. Здравствуйте, да, пожалуйста, доброе утро. Алло, доброе утро. Доброе утро. А вы знаете, вот что меня поразило еще. Очередной всплеск, значит, активности Рижской думы только недавно переделали во многих местах навесы на остановках. Теперь уже оплачено 6,5 тысяч за то, чтобы разработана новая картинка этих навесов. Да, все правильно пока. Будут переделываться все, по всей Риге. Представьте, сколько этих навесов и остановок. И самое главное, как говорится в ролике рекламном, чтобы не только, чтобы было удобно там народу, который топчется на этих остановках, но и чтобы не заслоняло вид на красоты и памятники Риги. Особенно это, я думаю, актуально там в Эсмилгрависе, в Риге и так далее. Представьте, какую кучу денег можно приходить на этой теме. Спасибо. Спасибо за мнение. Анна, прокомментируете? Ну, я могу только сказать, наверное, что госконтроль может и такие случаи проверить. Потому что мы со своей стороны смотрим, есть ли там взяточество, но госконтроль, я вижу, это их работа могла бы быть. Проверка именно. А вот говоря про пандемийную ситуацию, то, что изменилась коммуникация населения с чиновниками, то есть всегда понятно, что когда проситель заходит в кабинет к чиновнику и излагает свою просьбу, он может что-то забыть, какой-то конверт. А если во времена пандемии, в принципе, вся коммуникация начинает быть электронной, и не является ли вот это каким-то способом действительно уменьшить коррупцию, во всяком случае уменьшить соблазн того, чтобы человек, приходя лично при личном контакте с чиновником, пытался бы каким-то образом понравиться ему, там какие-то перемигивания, намеки, что ваше дело мы, конечно, можем рассмотреть, но вы сами понимаете. Ну, я бы частично с вами согласилась, но я хочу напомнить, например, наша медицинская сфера, все-таки там все еще есть контакт один на один, и в этой сфере подарочки все еще оставляют. И, к сожалению, наш менталитет потихоньку меняется, но мы видим, что все-таки прогресс есть, и даже, ну, особенно молодые люди, они уже понимают, что даже врачу оставлять цветы, конфеты и денежки тоже, это уже неэтично. А люди пожилого возраста, потому что вот я знаю, что действительно, когда общаешься с пожилыми людьми, у них уже психологически есть вот что, ну, без этого, без какого-то подарочка ты не можешь получить услугу, которая к тебе положена вообще-то по закону. Вот именно, но здесь этот вопрос очень-очень такой, ну, чувствительный, потому что люди уже в возрасте, им необходимо медицинское обслуживание, и, ну, они боятся просто, что если они не заплатят, то качество будет ниже, хотя это может быть не так, мы в этом уверены. Поэтому, ну, в таких случаях, конечно, мы с людьми работаем, и нашими социальными партнерами, которые вот в сфере медицины, да, и стараемся им объяснить, но если есть какие-то сигналы, конечно же, мы будем рады, если мы о них узнаем и будем рассматривать уже как дело. Анна, ну это что касается принципа, который в народе называется «не подмажешь, не поедешь», а если речь идет о, ну, действительно, искренней человеческой благодарности за хорошо выполненную работу. Насколько КНАП расценивают, ну, или как считается, в новой этике допустимым или недопустимым? Прийти и сказать спасибо, просто оно, вот, мое спасибо, чем-то еще материальным подтверждено. Ну, человеческое спасибо, без материального мы, конечно же, одобряем. И цветы тоже, это просто, ну, это по-человечески, но мы должны запомнить, что любые материальные какие-то блага, они для нас, это считается коррупцией. Прям любые-любые, нет никакого ценза, да, цены уровня, ну, там, скажем, я не знаю. До 10 евро там, условно, да. Нет, к сожалению, наш криминальный кодекс, он таков, что уже с первого евроцента может быть эта взятка, к сожалению. И в таком случае наказывается кто? Тот, кто дал, тот, кто принял, или оба? Оба, оба. Поэтому очень важно, когда вам дается взятка, ну, предлагается взятка, да, отказаться, моментально отказаться, сказать спасибо, нет, не нужно, не буду принимать, потому что иногда люди хотят сделать добро, и они хотят, как бы, ну, сами фиксировать факт, что им что-то дали, и согласиться. Но это неправильно, потому что мы это трактируем, можем трактировать уже как, ну, того человека, кто взятку принимает. Ну, здесь даже речь, я так понимаю, не только о взятках, но и о той самой благодарности после оказания какой-то услуги. И давайте в таком случае определим круг лиц, которые не имеют права брать подарки любой стоимости, и которым лучше не предлагать подарки любой стоимости. Это все государственные лица, полностью все, и не только. Это тоже работники, потому что есть группа государственных лиц, их в Латвии примерно, ну, 60 тысяч, немножко меньше, 58 тысяч. Гослицы, вы имеете в виду, чиновники? В том числе чиновники, депутаты, самоуправление, нашего парламента, наши министры, тоже полицейские, пожарные в том числе, например, круг, он очень-очень большой. И есть еще работники, работники, у которых этого статуса нет, но в то же самое время они исполняют какие-то свои обязанности в этой государственной институции. Им тоже нельзя давать. Так что я бы сказала, все те, которые работают в публичной сфере, это, как говорится, табу, им давать взятки нельзя. И в этой сфере... Да, да, нет, я просто еще... Медицина, она опять-таки здесь полностью присутствует. И образование, судя по всему. Да, да, и образование. То есть это тоже те сферы, где... Конечно. Ну, в общем, кроме частного бизнеса, почитай все. А в этой связи одна из инициатив, насколько нам известно, была высказана вашими социальными партнерами, обязать вот этих чиновников, госслужащих, заполнять декларации ежегодно и обязательно не только на себя, но и на своих родных и близких. Так ли это? Да. Да, это верно. И здесь есть смысл в этом предложении. Потому что эти вышестоящие лица, ну, иногда прячут свои нелегальные доходы, используя как раз родственников, самых близких там, или супругу в том числе, или мать с отцом, например, или детей. Потому в многих европейских странах уже сейчас введено вот этот обязательный момент, когда тоже... Но здесь я хочу сказать, только вышестоящие лица. Здесь не идет речь о всех чиновниках. Значит, вот эту систему мы тоже хотим посмотреть, какая она в Европе, и, может быть, даже предложить нашему правительству и парламенту какую-то похожую модель. Но что я еще хочу добавить? Мы еще хотим сузить круг государственных лиц. Вот я вам привела пример насчет пожарных. Пожарники, если честно, они не принимают никаких серьезных решений. Есть шофер, в том числе он и пожарный. И мы бы хотели посмотреть, нет ли в этом кругу необоснованных людей, которым вот этот статус сейчас есть государственного лица. И таким образом как бы снизить и общую, значит, цифру вот этих государственных лиц, но в то же самое время, может быть, посмотреть и вышестоящим вот этим чиновникам и государственным лицам, их родственникам, может быть, эту декларацию заполнять, и она будет всем доступна. Да, еще вот один вопрос, мне кажется, он очень широкий, конечно, но он касается вот этических норм, потому что существует, может быть, у людей предубеждение, что сигнал вот о правонарушении может расцениваться как стукачество, что вот все время вот эти дискуссии, что вот стучать нельзя, а с другой стороны, если речь идет все-таки о нарушении закона, насколько вот отношение человека к этому человеку, который приходит с таким сигналом, в обществе должно быть отношение к этому человеку? Можно ли его, не знаю, презирать, что вот он там доносит о каких-то правонарушениях? Я думаю, наоборот, его надо защищать, потому что в тот момент, когда он дает такую важную информацию, особенно, ну, КНАБу, полиции и так далее, да, он находится в очень, ну, я бы сказала, ну, в плохой ситуации, потому что он дает информацию о том, что происходит в его же, например, предприятии или в его же институции, поэтому возможно, конечно, что против него начнутся какие-то, ну, изгои, да, поэтому очень важно ему обеспечить юридическую помощь, и наш закон это позволяет не только ему, а тоже его родственникам, это тоже очень важно. Поэтому мы считаем, что хорошо, что в 19-м году такой закон был принят, и вот мы с ним сейчас работаем, и он тоже нам помогает. Если честно, у нас есть даже один криминальный процесс и пару административных дел по поводу конфликта интересов. А, к слову сказать, закон, который был принят в 19-м году, вы имеете в виду вот эти вот траву, смыслы? Да, да, да. И как он работает, на самом деле, сколько за полтора, скажем, года его действия было получено подобных сигналов, и какое количество этих сигналов действительно обоснованы? А это не сведение счетов, например, а не конкурентная борьба и подобные примеры? Если я не ошибаюсь, то в прошлом году, в 20-м году, у нас было больше 50 таких заявлений. Но, признаться честно, не каждое такое заявление мы признаем как «Тракшно-социал-эзенюэмс», да, потому что еще до конца непонятен этот закон может гражданам. Но, как я сказала, хотя бы пару дел есть, и это уже хорошо. И, конечно, когда мы видим, что это не наша компетенция, мы отсылаем, значит, вот это заявление по компетенции дальше к другим учреждениям. У нас есть звонок. Я напомню, что Анна Алешина, начальник управления политического планирования коммуникации КНАП, с нами на прямой связи. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Вот я обратил внимание, что вы сказали, что сейчас коробочка конфет, так сказать, шоколадка – это неэтично. Но вы знаете, о какой этике можно говорить, когда консультация стоит 50-60 евро и еще коробочка конфет. Здесь вы совершенно путаете понятия. Я бы, например, с удовольствием, так сказать, коробочка конфет или шоколадки. Ну, когда после того, как ты 50 евро за консультацию заплатил, еще коробочку конфет, о какой этике можно говорить? Спасибо. Спасибо. Но на самом-то деле как раз и говорим. Как раз об этом идет речь, что не нужны эти коробочки. Коробочки неэтичные. Да, стоимость медицинских услуг, конечно, зашкаливает. Тут невозможно не согласиться. Анна, в продолжение темы вот этих полученных от социальных партнеров предложений. Известно, что их более 50 или около 50. Мы рассмотрели одно предложение ввести обязательными декларациями, аналоговые декларации членов семей и ближайшего круга высокопоставленных лиц. Какие еще идеи находятся на рассмотрении в КНАБе? Такое интересненькое что-нибудь. Так, ну, вы уже сейчас, может, не сказали, но еще был такой момент, что рассмотреть может вот этим Трауксмисс Целаем тоже и платить какую-то денежку за то, что они вот эти, ну, информацию предоставляют учреждениям. Это тоже сейчас рассматривается. Не могу сказать, будет ли оно в план в наш включен, но посмотрим, что скажут другие социальные партнеры и учреждения. Что я еще могу сказать? Социальные партнеры хотели видеть, что принадлежит государству и муниципалитету. Они хотели видеть, какие земли, какие дома, какие вот, что вообще. Потому что сейчас нигде нет информации, чтобы понять, что же государству принадлежит. И это для них тоже очень важно. Не могу вот сейчас сказать, будет ли эта идея в нашем плане, может быть, в другом плане, но это тоже социальные партнеры рассматривают как возможность, что надо было бы все-таки пересмотреть. Ну, что я так сейчас... Может, еще так сразу все не могу сказать, но очень много разных мер, которые они хотели бы, чтобы мы проводили. Хорошо. Анна, мучить не будем. Может быть, время уже начинает поджимать. Может быть, под самый занавес нашего эфира, нашей беседы, какое-то пожелание, обращение к нашим радиослушателям. Куда обращаться, например, может быть, людям, которые вдруг столкнулись с нарушениями закона? Да, на что обращать внимание, чего не бояться? Наверное, обращать внимание тоже на намеки. Потому что иногда бывает так, что вам сразу напрямую не предложат какую-то материальную, скажем так, помощь или что-то в этом роде, чтобы решение было принято в вашу пользу. Потому что, к сожалению, бывает, что не только государственные лица, но и частные лица, ну, недобросовестно. Просто обращайтесь к нам. У нас есть возможность, вы можете и анонимно это сделать. У нас есть аппликация Zenio KNAB. Это бесплатно, это удобно. И звонить по нашему бесплатному номеру. Спасибо огромное. Мы говорим о Анне Алешиной, руководителе управления политического планирования и коммуникации KNAB. Удачи в борьбе за чистые руки чиновников. Хорошего дня. Спасибо еще раз. Мы прерываемся. После паузы вернемся, как уже анонсировали, с экспертом из Центрудовой инспекции. Поговорим о жаре на рабочем месте, что должен обеспечивать работодатель, на что работник имеет право, может быть, отпроситься в особо жаркий день чуть раньше, а может быть, какие-то еще приятные есть бонусы. Обо всем об этом через пару минут. Утро на Болткоме.